Что ты там купил? Я купил, короче... Я купил штофельник и я купил ДВП Я купил это для того, чтобы сделать пчелоудалитель Пчелоудалители? Да Чтобы тогда качать мир, чтобы пчело не было будем делать пчелоудалитель Так, не кидай А вот это что такое ДВП? Да А ДВП зачем? Ну вот я как оно будет вот так вот квадрат вырезаться, к нему потом пластмассовая штука Кругленькая такая Нам тоже показать И все будет По мелочи всякой строительной. Хорошо иметь универсал, как говорится, да? Единственное, что плохо, это когда универсал становится вам маленьким ДВП вот еле-еле вошло Ну вообще, первый раз в этом году будем пользоваться пчелоудалителями Потом расскажем, как удобно, неудобно Ну да, будем показывать Сегодня заходил в магазин еще Купил вот цепь для для пилы Надо будет окно в этом Волшанники выпилить Сколько стоят? 650 рублей Вот ручки взял, вот такие вот Ручки взял, цинк для для уликов, да Ну вот такая вот эта вот штука Знаешь, прикол какой? Короче это Я уже сломала Да Сколько она такая стоит? Насадка Ой, по-моему, 350 рублей, что ли А, ну не тысяча Нет, нет, 350 рублей Представляешь, зашел в магазин Парень такой, говорит, что-то, говорит, лицо знакомое у тебя Ага Я такой, а я думаю, я в этот магазин уже несколько раз заходил там, на Иркутской Ну-ну-ну, и что? Несколько раз заходил, он говорит, ты, говорит, дом строишь И запилка бетона Ты, говорит, Андрюха Понятно Так что сделал мне скидку еще десять процентов Ну, спасибо большое, да Привет тебе Одного у нас строителя Андрюха Сказал, что тоже будет строить он дом, что дорого, все Уже договорился где-то с опилками Ну, это, ну, понятно Ну, задним мы проконсультировал, да? Ну, я, да, думаю, чтобы он мне не писал потом нигде не вконтакте Еще я ему быстренько раз-раз-раз все рассказал Ну, что, как травмовать, что, как сейсмопояс, как делать Так что, вот Ты что встал, Андрюха, я не вытащу его Ты кого встал-то? Ну, смотри, тут еле-еле я его запихал Давай, давай, помогать, вытаскивать Его надо сгибать, оно пять километров в толчиночку Так, куда я? Ну, сюда пока поставил Привет, привет! Привет с огорода! Привет! Покрывал! Так Теперь мамочка, пускай я тебя работает Пусть и мокку хоть зароет Так, а он и так все тут зарыл Вот так тут сбились, однако Пусть и мокку Пусть и мокку Ну, в общем, ситуация какая Вот приехал трактор у нас Вот, сейчас будем объединять слив Вот этот слив, он, вода уже не уходит отсюда приходится откачивать Ну, сейчас, вот здесь-то где-то будем копать вторую яму Ставить кольца Вот, такой вот у нас тракторище приехал В сельском совете местном выписанный Вот, будем сейчас копать Час работы трактора стоит Полторы тысячи рублей В один час Вроде как за час, говорит, что справится Что выкупать яму Куда бросят кольца Бетонные ямы Вот таким вот образом Ну, сейчас он пока копает Сейчас пойдем на дом Посмотрим там воду, как проводить Сколько, откуда Сколько метров копать Будем там сегодня тоже воду проводить И слив делать Сегодня или завтра Есть кран А крана тут, однако А, вон кран есть Вон, видишь Вон Ага Вот на этот кран Вот сюда вот докапаемся На, так Вон докапываешь Вот эта труба пошла, так А он тебе вот так попьешь Вот так вот, прямо это вот Ну, ну, ну Ну и что Вот отсюда меряешь Вот трубу и замеряешь Вот до твоего дома Вот отсюда Да Вот такая вот здесь Система кран На 50 Однако Ну, друг, что нашел-то? Ну, вот кран на 50 Да И что-то Тут надо стенку-то что Долбить придется Ага А как? Ну, ну, ну У нас Сашка долбит Ясно Пробивает у нас У него кувалда Тут можно Не внизу А вот даже промеж Сколько тут? Колец, что ли? Промеж колец Ну, можно там стенку Ниже Там тоже забетонировано И все Что ты там стоишь-то? Вот и колечки приехали То есть вы нанимаете этот трактор Этот трактор купленный Как В общем Так Как в общем-то Такой вот Как рабочий То есть вы заказываете трактор Покупаете его То значит вы несете Полную ответственность за работу трактора Что получаемо? Вот Хотели мы Иди сюда Привет, Данил Привет Что это такое тут у тебя? Танчик Ты со школы пришел, да? Угу Танчик какой Какая прелесть Трактор уехал Завтра еще приедет Что? Завтра еще приедет, да? Да В общем смотри На, вот снимай теперь ты меня Я говорю Когда ты трактор покупаешь То надо знать, что ты покупаешь трактор Если ты купил трактор То ты стоишь возле этого трактора И руководишь им То есть ты, конечно же, не копаешь, а руководишь То есть хотели вот эти кольца поставить Прямо по забору Получилось вот Где-то около метра То есть если сейчас будет приезжать машина Которая будет откачивать Канализацию отсюда Опять этот забор нужно будет разбирать То есть в итоге просто не Пока мы ходили туда на участок Смерили воду Этот трактор уже начал копать И все, в общем, момент упустили Можно было, в принципе, подойти и сказать Чтобы он сдвинулся Все-таки начал перекапывать Ну, в общем, вот так вот получилось Вот Это первое, второе Выкопали недостаточно глубоко, да, получается? И что, теперь так кольца будут стоять? Так, так Они, вот они стоят Ты знаешь, сколько это кольцо весит? Одну тонну 300 килограмм Одно кольцо Это что, будет на уровне дома Вот это кольцо? Да Вот Хорошо, что мы начали это дело с родителей Мы потренировались И теперь знаем, как это делать Сейчас на своем дому Попробуем сделать это Не надо туда близко подходить Попробуем сделать это Ну, уже получше Уже поопытнее То есть, если ты купил трактор Близко Ты не близко, да? Если ты купил трактор, то знай Этот трактор твой Все, ты хозяин этого трактора И, то есть, сдвинуться на 30 сантиметров Надо говорить, что надо сдвинуться на 30 сантиметров Вот тут, то есть, конкретно не хватило Метра не хватило То есть, он не докопал То есть, он должен Вот здесь, вот досюда должен был копать Получается, чтобы машина зашла вот отсюда, да? Заехала, шланг вот так бросила И уже откачивала, да? Источные воды Поэтому такой вот момент Просто пропустили, да? Я тоже как бы не знал Ну, и соответственно, глубина недостаточная Чем чревата недостаточная глубина? Трактор мне здесь копал 40 минут Час работы трактора стоит полтора часа Если бы он копнул еще три раза Он бы затратил еще пять минут Это получается, ну там, нисколько по деньгам практически А то, что мне сейчас лезть внутрь И осаживать эти кольца на вот так вот, на 20 сантиметров Это я сейчас буду копать, наверное, часа полтора Это лезть в трехметровую высоту глубиной В эти кольца, которые, в принципе, страшно даже лезть, да? Может срезать напополам, наверное, я не знаю Ну, наверное, конечно, не срежет, но все равно И застрять там Да, да не застрять, а там напополам А что, они сами не усядутся? А как они сами усядутся? Их сейчас вот нужно подкапывать под кольцами под этими Землю, опять же, внутрь накладывать То есть, яма будет фактически уменьшаться Кольца будут осаживаться Ну, вот так вот как-то Ну, дай бог, кольца обалденные, кстати Кольца классные Очень тяжелые, мощные Трактор, ну, уехал, завтра приедет еще Приедет он Очень тяжелый, мощный, очень хорошая крышка Очень хорошая Я сейчас еле-еле сдвинул вот эту только штуку То есть, все достаточно тяжелое Самому я вообще сам их хотел делать Я понял, что я бы такие точно никогда бы не сделал То есть, мощно Ну, и как бы по цене Ну, я думаю, что цена достойная Такое кольцо стоит Две триста Две триста Две триста кольцо Да Вот И крышка вот эта вот восемьсот рублей, по-моему То есть, я думаю, что это не так что дорого Там, кстати, он предложил по-другому сделать Там он предложил сделать верхнее кольцо узким Зачем, говорить, тебе такое большое кольцо Поставим, говорит, узкое Оно первый, говорит, в два раза дешевле Верхнее третье кольцо Два, говорит, снизу больших бросим Сверху узкое У тебя, говорит, не будет не вот такая вот шайба торчать Говорит, зачем тебе столько места занимать, да? А будет уже вот такая вот фигнюшечка, ну там, сколько она? 70 сантиметров, что ли, в диаметре. 70 сантиметров, это уже не полтора метра. И стоит, получается, дешевле третье это кольцо. Оно стоит всего лишь 700 метров. 800 рублей. Надо переодеться. Так что вот такая вот сделала. И вот сейчас лезть ли туда, осаживать ли эти кольца, стоит ли оно того. То есть трактор здесь мог копнуть тупо два раза. Два раза бы копнул бы, и все бы уже было бы нормально. Но нереально промерить. Нереально промерить, как это встанет. Что это, как это получится. То есть тяжело. Сейчас принесу. Это вот такие вот дела. Сколько получается колески? Три кольца. Так, два, три. Ну, в принципе, уже закопается, и будет нормально. Будет нормально. Засыпется земля. И будет нормально. В общем, вот эти вот все кольца вместе с установкой вышли с привозом из города. Привоз стоил 2300 рублей. Кольцо одно по 2300. В общем, все это разгрузка. А, ну, привоз 2300 вместе с доставкой. Вот. И разгрузка. Или 2800, я не помню. В общем, все это вышло 11000 кольц. Вот. Почему так высоко подняли? Потому что здесь низина. Низина. И вот эта вот яма, которая у нас старая была, она постоянно заполнялась в силу того, что с точной водой как бы весной паводок идет. Вода, и она все стекала в яму. Яма постоянно стояла полная. То есть решили сделать маленько повыше, попробовать глиной все это обсыпать, потом забетонировать сверху это все по кругу, чтобы, в общем, паводок не заполнял. Ну, в общем, вот так. В общем, голосуйте, ребят. Что? Лезу ли я в эту яму и осаживаю ее? Либо в следующий раз. Или оставляю. Да, либо оставляю так.